Начался концерт, я вышел на сцену. Я думал, что я буду выступать, сыграя Майкл Джексон, сыграя то-то-то-то-то, и все пройдет как бы, как я думал. Мне давно прошло даже круче, чем я думал. Лика накрутила там спецэффектов, мне очень понравилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было очень классное шоу, потому что у меня там было много друзей, которые пришли ко мне. И после того, когда я отыграл, когда мы уже все сделали, когда все было здорово, мы еще успели посмотреть программу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основатель проекта Miss Russian LA, дважды победитель, как режиссер и продюсер, Лика Осипова! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Состав жюри в этом году был очень крутой, и для меня, как для организатора, это очень волнительно и в то же время радостно, что такие большие имена согласились прийти и быть в жюри конкурса Miss Russian LA. В специальном моменте мы интродюсим наших анорабельных судей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оскар и Эмми номини, продюсер и директор Евгений Афинеевский! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я слышу его имя, на моем лице сразу появляется улыбка. Женя, он был номинирован на Оскар со своим документальным фильмом, и он также номинант на премию Эмми, и в 2018 году он будет номинирован на Оскар второй раз, и я уверена, что Женя его выиграет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раунд 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 для Катти Нелсона, все, кто! О, да! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА President of American Russian Media, Alex Dormashkin! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Put your hand together for Ben Stein! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олег Фрис! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К нам приехал талантливый Олег Фриш. Это замечательный человек, очень хороший друг. И он певец, он телеведущий. Райан Лор! Дэвид Лонгорио! Этот человек приехал к нам из России для того, чтобы стать председателем жюри конкурса. Он сидит так скромно, но очень-очень широко улыбается. Ну, конечно же, я хочу поблагодарить и Прохора Шаляпина за то, что он прилетел и был в жюри моего конкурса, он был председателем жюри. Дамы и господа, Прохор Шаляпин! Ура! Когда ты слышишь имя Прохор Шаляпин, то, соответственно, где-то уже в голове сразу образовывается какой-то скандал или какие-то такие мысли об интригах. В принципе, то, что произошло именно со мной. И после того, что он прилетел в Лос-Анджелес, были слухи о том, что у меня и у Прохора роман. Я была безумно счастлива, что Андрей Цветков выступал у меня на конкурсе. Он умничка, талантливый. Я уверена, что его ждет большое будущее в Америке. Я надеюсь на то, что мы тоже будем с ним сотрудничать на других проектах. Продолжение следует... Продолжение следует... Я была поражена талантами девушек, и каждая из них сделала замечательный и блестящий номер таланта. Каждая из девочек отнеслась к этому очень серьезно. У каждой девушки будет пара минут, чтобы показать, какая она красивая, умная и комсомольная. Продолжение следует... Как мне кажется, у меня был очень интересный и необычный творческий номер. Продолжение следует... В природе WiFi I was losing my mind, girl. Для меня это был вызов выйти и спеть свою песню, которая лежала у меня в столе. У меня были проблемы со звуком, когда я пела, потому что я себя не слышала. С одной стороны, да, много можно говорить, потому что, потому что, но я знаю, что там другие участницы, они использовали свои микрофоны. У меня не было своего микрофона, я не подготовилась. Мой косяк, sorry. Тут некие такие моменты, когда вокально я не смогла исполнить в том формате, в котором я могу. Но тут уже вопрос ко мне и к техническому оборудованию. Окей. Тиана, которая просто поразила всех своим ритмичным номером, который был и сексуален, и завораживал. И, конечно, это было смотреть очень-очень так интересно. И еще на репетициях я поняла, что это, наверное, один из самых таких сильных номеров. Я хочу именно выделить участницу Татьяну и ее номер, потому что ее номер, он меня просто шокировал в положительном плане, потому что для меня эта участница открылась не только как талантливая танцовщица, потому что я знала, что Таня танцует, но она открылась как потрясающе талантливая актриса. Я когда смотрела на ее номер, я удивлялась, что она еще не в Голливуде, и то, что она еще не играет как актриса. Я уверена, что у нее все получится, и она к этому идет, она очень целеустремленная. А я, в свою очередь, надеюсь на то, что я буду с ней еще работать. Мне понравились номера всех девчонок, потому что они были очень разные, и, как мне кажется, интересно, они похожи друг на друга. Кристиночка со своим невероятным номером, с красивой картиной, то, как она это все преподнесла, она, конечно, очень талантливый художник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА The performance of the talent shows that the girls did, they were really fun, but, like, we didn't know what exactly was it that they were doing. So we didn't get to prepare that much, and then say, oh, by the way, I'm going to go and make a mess. They say, okay. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Then, like, nobody could go on a stage because the glitter was so slippery, people would trip and fall. И специально обученные люди из элитного клинингового агентства Rich & Clean, 400 долларов в час. Мой драгоценный и любимый ассистент Оли. Это просто навес золота. Таких людей просто мало. Он помогал мне очень много в день конкурса. И даже была такая ситуация, что в один момент не было ни одного человека рядом. И вот тут просто идет конкурс, и никого нет. А со сцены надо срочно убрать какие-то вещи. И после номера одной из конкурсантов была просто загажена сцена. Так Оли в своем шикарном костюме, вот этот весь такой напыщенный, берет этот веник, выходит на сцену и начинает подметать. То есть он даже не побрезговал, и он вот не поленился. It was fun, because I didn't expect what to happen. You didn't know what's going on, necessarily. It would be nice to know, prepare for that. But I have really good damage control mode. Юля по стандартам, я знаю, что она худела, что она снижала вес. Но Юля очень человек сложный. Сложный человек, относительно работать с которым сложно, потому что у Юли все всегда не так. Юля всегда плачет. Юля всегда все принимает близко к сердцу. Юля всегда самая эмоциональная. Юля всегда все не так. Люди, которые выигрывают конкурс, ты живешь в дальнейшем, их берешь куда-то дальше с собой, и ты продолжаешь с ними работать. Я не думаю, что с Юлей кайф работать, когда при любой примерке платья там проблемы. Я решила пойти на этот конкурс, потому что это была единственная возможность увидеть ее и поговорить с ней. Это обычно происходит, когда я открываю сердце к кому-то. Потому что я серьезно, я очень конченна. И когда я открываю к кому-то, это очень важно для меня. После финала мы встретились с ней, и я был не один, был с братом. И, наверное, она не знала, что у меня есть брат-близнец. Она очень удивилась, когда увидела нас обоих. Мы были практически в одинаковой одежде, и нас очень сложно было отличить. После этого было ясно, в чем дело, в чем причина, когда в кальянный один момент она пришла, и меня там не было, а был мой брат с девушкой. Тогда она увидела меня со спины, можно так сказать, с другой девушкой. И ее реакция, в принципе, понятна, объяснила. Ревность, и она тогда ушла, ничего не объяснила. Но это был мой брат с девушкой. Слава Богу, после того, как поговорили, стало ясно, что это была чуть путаница с ее стороны. Она не знала, что у меня есть брат-близнец. Но сейчас все хорошо. Надеюсь, так и будет дальше. Какие все красивые были, какие все классные, какие идеи у всех были здоровские. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Она просто имеет энергию, что ты просто хочешь быть вокруг нее. Она делает тебя чувствовать очень хорошо. Она просто имеет эту очень радость от нее. И весело. В тройке финалистов я также видела Таню, потому что она очень достойная и сильная девчонка. Она, как мне кажется, и внутренне, и внешне. Она сама собой в гармонии живет. Это очень вдохновляет. Программа была очень крутая. Мы успели еще отдохнуть. Отдохнуть хорошо. И я это очень оценил. Друзья, ну, в первую очередь я хочу вам всем сказать спасибо за то, что вы пришли и разделили этот вечер с нами. Посмотрите на эту красоту. Реально очень сложно оценивать и выбирать только одну победительницу. Реально, девочки, вы все достойны. Я вас люблю, девочки. И теперь, ребята, пожалуйста, позвольте приветствуйте наших чиновников и мисс Россия ЛАЭ 2016. К тому моменту, как уже происходило награждение, я готова была, совершенно готова была к тому, что я ничего не выиграю. Я не была расстроена из-за этого. Я была расстроена на тот момент, потому что как-то все закончилось. Прохор, ну вот расскажи, вот твои ощущения. Сегодня мы выбирали самую красивую девушку Лос-Анджелеса. Вот тут я знаю, за кого ты очень голосовал. Вот свои... Конечно, за Алику Осипову я голосовал. Ну это всегда, спасибо, спасибо, мой хороший. Я тебя тоже очень люблю. После того, как Прохор улетел в Москву, на мое удивление, и я была просто шокирована тем, что более 30 престижных изданий российских опубликовали и напечатали о том, что у Прохора Шаляпина, когда он был в Америке, появилась новая пассия. У него был роман с американкой русского происхождения Ликой Осиповой. Прохор, ну давай, делись своими впечатлениями. Ты первый раз в Голливуде. Увидел вот эту всю красоту. Твои ощущения? Я понял одно. Совершенно не важно, где ты родился, самое главное, где ты умрешь. Это хороший намек, и я его поняла. Я это все читаю и думаю, шутка это или не шутка. Вообще-то я замужем, и давно очень крепко, и вообще что это такое? Да даже если бы я замужем не была, причем тут вообще Шаляпин, Лика и Роман. Ну, конечно же, ни слова правды в этих всех сплетнях не было. Я стою, и я как-то, у меня все плывет, и потом они говорят, третье место. Ух, my God, I'm so nervous. Ух, my God, I'm so nervous. И вот первая победительница, вторая, Miss Russian L.A. 2017, поздравляю победительницу. Она получает корону из дорогих материалов, инкрустированную бриллиантами. Второе место. Первая победительница, Miss Russian L.A. 2017. Где она? Окей. Инесса Дроновская. Мы поздравляем Инессу. Она получает титул Вице-мисс Russian L.A. 2017. А вместе с тем, цветы, бриллианты, корону, ленту, яхту, 6 килограмм золота, 25 банок черной икры и брелок для ключей. Ура! Вот эта секунда, такая, ну там, маленький был промежуток. Когда я стою, я не понимаю вообще уже на тот момент, что происходит. Но я так посмотрела на девчонок, посмотрела на второе, на третье место, такая, и такая, так, стоп. Ну и вот, мы приближаемся к долгожданному моменту. Сейчас совсем скоро мы узнаем, кто же, кто же, кто стал обладателем титула Miss Russian L.A. 2017 и получит еще больше цветов. Я, буквально, там, за миллисекунду у меня возникло такое, а вдруг я? То есть я такая, так, нет, подождите-ка, реально могу же выиграть? Итак, победительница конкурса Miss Russian L.A. 2017. Ну же! Еще не родилась. И потом Лика назвала мое имя. Анна Петрова! Анна Петрова! Участница под номером один, становится победительницей и обладательницей титула Miss Russian L.A. Я считаю, что у Анечки были все данные для того, чтобы выиграть. У нее был хороший творческий номер, она сама по себе высокая, красивая, стройная. Анна Петрова! Мой ассистент Оли, он присутствовал при выборе жюри победительницы конкурса Miss Russian L.A., и он слышал и видел, как единогласно жюри, они оценили именно красоту и талант Анны Петровой, и воедино решили титул Miss Russian L.A. дать ей. Поздравляем! Анна Петрова! Miss Russian L.A. 2017! Аня заслуживает быть королевой красоты и самой красивой девушкой города Лос-Анджелеса, потому что, помимо того, что она грациозная, уверенная в себе, талантливая, она порядочная девушка, она умеет себя держать, она... Мне никогда не будет за Аню стыдно, это очень важно. Мистер Жена 2016 вручает ей торжественную короналенту. Я была поражена, насколько девчонки достойно себя повели по отношению ко мне после того, как я выиграла. Я знаю просто как... Ну, я знаю, что такое зависть, я знаю, что такое чувство несправедливости, я знаю, что каждая девочка считает, что она достойна короны, и это правильно. Девчонки отреагировали, вот я сейчас заплачу. Правда, это так было приятно. Ну что, товарищи, давайте радоваться и плакать вместе девчонками, и слушать прохора Шарябера. Это миссер Ашанай 2017. Ура! Девчонки, даже там уже на сцене, Инесса сказала мне, что я это заслужила, и все девчонки очень хорошо на это отреагировали, очень хорошо отнесли. Я не знаю, почему я так эмоционально отреагировала, это было реально очень приятно. Сразу станет удивительно хорош, и ты поешь... У Ани, у нее там ноги от ушей, и действительно есть потенциал выиграть не только этот конкурс, но и другой конкурс. Сердце, как хорошо на свете жить, особенно если ты в Голливуде. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты... Огромная благодарность, конечно, Лике за такое красивое мероприятие. Я безумно рада. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, Лика, что ты умеешь так любить. Лика, если ты меня смотришь, я тебя люблю. Нет, правда. Правда, спасибо тебе большое. Большая умница, большой трудоголик, продюсер-террорист. Ты поешь, как много девушек хороших, как много ласковых имен. Лике, я хочу выразить безумную благодарность вообще за это шоу, за возможность познакомиться с новыми людьми, заработать какой-то интересный опыт. Лике хотел бы сказать огромное спасибо, потому что то, как она организовала и подготовку мероприятий, это было все на высшем уровне. И я очень рада, что познакомилась с таким позитивным и добрым человеком. Спасибо, Лике, за это шоу и за то, что она пригласила меня поучаствовать. Я получил удовольствие. Я всегда только хожу туда, куда хочу и сюда я очень хотел. Я очень счастлива, что в состав участниц Miss Russian LA 2017 были именно эта девятка финалисток, потому что каждая из девушек безумно талантливая, артистичная, красивая. Я не могу выделить одну. Мне кажется, что они все достойны были победы и каждая раскрылась по-своему. Я уверена, что конкурс красоты Miss Russian LA будет стартом в их большую и профессиональную творческую жизнь в Америке. Субтитры создавал DimaTorzok